Можете поподробнее описать, как вы видите новый мир? Это община. Общинная жизнь. Ну, есть несколько анклавов, есть разные общины. Чем интересна община? Там все люди одинаковые, в смысле духовном. То есть у них одинаковый уровень самоорганизации живой системы или уровень гармонии, как мы говорим. И у них нет негативных никаких реакций. Все решения принимаются единогласно и только. Если кто-то против, он говорит, слушай, ты не наш, иди ищи свою общину. То есть люди собираются по как раз вот этой энергии общей, объединяющей их, и это будут разные общины с разными уровнями развития, но все без отрицательных черт. Ну, понимаете, общины разные, да? То есть есть община, если мы так возьмем, разные уровни духовные. Вот есть одна община на этом, другая на этом, другая на этом. И каждый ищет свою общину. И даже в церковной службе современной, там даже есть такая фраза «Господь хранит пришельцев». Каких пришельцев-то? Не этих инопланетян, а вот этих мигрантов, которые ходят и ищут свою. Их надо принимать. А какие будут ведущие черты характера, положительные в этом новом мире? Активность, безупречность, благорасположенность, доверие, желание помочь, приветливость, упорство. Двенадцать есть конкретных, совершенно волевых качеств или, как мы их называем, волеобразующих черт характера. То есть, когда человек может и волю проявить, и мыслеформу создать, фактически это его творческий потенциал. Потому что вообще человек творить может только в тот момент, когда у него волеобразующие черты характера. А они не все положительные. Если положительных, скажем, черт характера... Ну, вообще-то их 90, но мы знаем только 48. Остальные мы даже забыли, как называются. А у человека где-то обычно от 22 до 35, вот так, в этом интервале. Психологи говорят, что должен быть баланс. То есть, это должно быть одинаково положительных и отрицательных черт. Ну, есть же, да, эта идея о том, что творец создал нас и в дуальном мире, и что важно и то, и то не отрицать тьму. Можно вам вопрос? Да. Вот у вас 30 положительных черт и 15 отрицательных. Что вам нужно для баланса? Что вы будете делать? Я поняла. Не, ну, конечно, не хочется добавлять отрицательных. Понимаете, бред, бред. То есть, люди говорят, они не понимают, что они говорят. Если бы они подумали, они перестали это говорить. Ну, тут, наверное, тоже вопрос с каким-то самоподавлением, самоотрицанием, самоничижением, что я такой... Самоничижение – это грех. А что вообще такое грехи? Грехи – ошибки. Грех по-гречески ошибка. Вы ошибаетесь, когда пользуетесь разрушительными энергиями. Все. Все. Больше ничего нет. Понимаете? Человек – это просто набор энергии. Там ничего другого нет. Либо энергия созидательная, либо неразрушительная. Все. А есть какие-то способы поднять свой уровень энергии в целом? Потому что, ну, есть такое ощущение, что для того, чтобы выбирать положительный, нужен больше энергетический объем. Конечно. Обязательно. Нужно иметь характер. Нужно иметь мировоззрение. Нужно иметь систему ценностей. Это одна из характеристик мировоззрения. И реализовать все свои способности. Все способности. А можно поподробнее? Хотела тоже с вами поговорить про ценности. Как они формируются? Откуда они, в принципе, берутся в человеке? Возможно ли с ними работать, изменять? Ну, мы ценностями что называем? Качество любви. Любовь, она на самом деле имеет огромное количество разных качеств. Причем они имеют иерархическую зависимость. Есть самые сильные. И вот я сейчас буду их перечислить. Начинаю с самой сильной. Любовь, мудрость, трудолюбие, ответственность, самоутверждение. Ну, там дальше еще есть много всяких. Ну, Христос говорил, что достаточно вот этих пяти для того, чтобы современного человека изучать. А можете пояснить, что такое самоутверждение? Ну, например, вас выгнали с работы. Вам нужно утвердиться. Ага, вот правильно. Вот. И они всегда должны быть именно в таком иерархическом порядке. То есть, что для вас более важно, будет впереди. То, что для вас менее важно, будет дальше. Обычно у людей, у кого неправильно, у них бывает разное. Очень часто бывает на первом месте мудрость вместо людей. Вот. Причем под мудростью люди обычно понимают интеллект. На самом деле, мудрость – это наш характер. То есть, это как мы реагируем на внешнюю среду. Чем? Веки? Какие чувства? Вот. И... А самое плохое – это те, которые вот уже находятся, скажем так, которые воспитаны современным миром. У них самоутверждение на первом месте, ответственность на втором, трудолюбие на третьем, мудрость на четвертом, любовь на пятом. И еще бывают деньги на первом. Как вы понимаете, ответственность? Ну, большинство людей избегают ответственности, понимаете? Они не хотят участвовать в управлении, хотя, в общем-то, мы знаем, что власть принадлежит народу, но только народ ей не пользуется. Он не хочет этим заниматься. Выбирают людей, лишь бы они меня. Тех, кого выбирают, они преследуют различные, ну, скажем так, потребительские цели. И поскольку этот мир мертвый, власть, ей не интересно, что происходит внизу. На самом деле, живой организм, он должен иметь обязательно две вертикали власти. одну мужскую, другую женскую. Или одну сверху вниз, другую снизу вверху. И они обязательно все решения на всех уровнях принимаются согласованно. Тогда верхи всегда знают, что внизу, и интересы низа обязательно учитываются. Вот это вот нормальная, живая структура общества. А как ответственность здесь проявляется? Ну как, очень просто. Если вас выбрали, да, и вы не выполняете свои обязанности, то есть вы может быть и хотите, но у вас не получается, потому что вам не хватает уровня управления. Вот, это фактически ответственность. То есть, желание делать что-то не только для себя, для других. чем этот мир отличается от нормального мира. То есть, всех людей превратили в животных. Что у людей? Какие интересы? Еда, воспроизводство, ну и выпендриваться в своей стае. И главное, что люди не против. Они ничего против не имеют. Они считают, что ну хорошо, но я вот должен быть самым молочным в своей стае и больше. А на самом деле человек от животных отличается тем, что у него есть творческое начало. То есть, он что-то делает для человечества, что-то делает, потому что он не может не творить. Он должен что-то новое совершать. А животному это не надо. Просто живет, потребляет все это. Все, как говорится, крохель для себя и все. Но это как раз в том числе про самоутверждение. Это не только самоутверждение, это потребительство. и деньги это про это. То, что вы сказали, что у многих на первом месте приоритет. Ну деньги, это же средства обмена и не только, понимаете, они когда не ходят, они ничего не стоят. А в будущем новом мире будут деньги? Обязательно. А почему нет? А что поменяется? Потоки другие. Как они будут распределяться? Ну как, для вас. Понимаете, ведь когда происходит создание чего-то? Да? Дальше выясняется, вот это новое, то, что создано, как оно для разных людей действует. Оно им нужно, не нужно, понимаете? Вот в чем дело. То есть, вы можете создавать что-то для себя, а вы можете создавать что-то для других. Если вы создаёте для других, вот это уже, это уже творчество. Собственно, человеческие черты. Ну вы же по себе знаете. Что вы меня спрашиваете? Нет, я-то знаю, но, например, в моём опыте очень часто поток творчества с потоком денег не очень совмещался. Конечно. Ну вот, к сожалению. Вообще ничего. И поток творчества иногда прекращался из-за того, что поток просто денег не было. А вдохновение было, и энергия была, и создавать хотелось. И тогда прям начали вставать вопросы. Понимаете, когда люди что-то делают для денег, они даже не понимают, что они себе никакой пользы не приносят. Они что-то потребляют. У потребления есть одна очень интересная характеристика. Вот вы что-то употребили, проходит какой-то небольшой срок, и вам это уже не нужно. Вам уже нужно потреблять что-то другое. А если у вас вместо потребления существует радость, а она существует притворчество, то эта радость, она идёт изнутри, она вам свойственна. Вам не нужно за ней гоняться, она ваша. гоняться, она ваша. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!